спойлер мать в этой семье есть отец лизы был африканцем из афиот данный мужчина скитался по ростовской области существую разбойное нападение на человека завели уголовное дело на мужчина на самом деле им является трансгендером добрый вечер люди интернета сегодня мы собрались с вами на канале пучков моей рубрики и разбор по одной очень интересной причине недавно мною было найдено а может быть и даже вы натыкались что на просторах интернета появился очень странный человек как говорится в меме крадется как тянется гамлета очень странная фигура фигура прокралась к нам в интернет буквально с конца ноября по-моему и наблюдать за действиями этого больного человека очень страшно на самом деле и сегодня мы будем его с вами разбирать эта рубрика и разбор выпуск номер два оставайтесь с нами будет интересно последнее время вы могли наблюдать на ютубе а может быть даже и в тик токе человека с псевдонимом он ли дед или же как это переводится только папа или же как он назвал себя для русского транслитирования на ютубе свой канал есть только папа на данном канале некий мужик и что это еще под вопросом оставайтесь дальше мы расскажем вам почему именно это может быть даже и не мужик кто такой он ли дед или же есть только папа недавно на просторах ютуба появился странный канал в котором отец рассказывает о том как он воспитывает якобы правильно свою дочь люди заметили в этом канале очень много странностей сегодня мы разберем это абсолютный трэш полный кошмар ребенок воспитывается в условиях сексизма условиях абьюза причем завуалированного а также я могу вам сказать что отец полный собственник который ощущение будто бы делает себе какую-то вторую жену из своей дочери и пропагандирует только свою правоту лишает дочь абсолютно личного пространства не дает ей сидеть в соцсетях полностью лишает ее свободы и контролирует каждый шаг не только в обычной жизни а еще и камерой телефона на которую он снимает собственно весь этот крип на youtube пропагандируя свое неадекватное с точки зрения даже психологов мнения как какую-то парадигму и буквально писаные библейские законы сейчас я хочу чтобы мы ознакомились с вами с парой видео с этого страшного канала после ознакомления мы перейдем к основной части моего разбора и я расскажу вам откуда появился данный блогер кто этот человек что за дочь какие диагнозы им по жизни ставили и вообще какие таблетки прописывали я регулярно проверяю телефон своей дочки и убежден что каждый родитель должен это делать я считаю что у ребенка не может быть никакой личной жизни о которой бы не знал родитель пока он не станет совершеннолетним также просматриваю история поиска на ютубе и в других социальных сетях к сожалению в последнее время многим родителям абсолютно безразлично чем живет его ребенок с кем общается и что смотрит это меня очень расстраивает он не дает ей сидеть соцсетях он не дает ей возможности выбирать какие-то хобби навязывает ей свое мнение этой жизни якобы он взрослее он знает лучше но навязывает его с очень токсичной такой вот ноткой скажем так каждая девочка должна носить платье самого маленького возраста я учу свою дочь правильно одеваться в ее гардеробе вы не встретите ни одной кофты оверсайз ни одного жуткого бесформенного балахона которых сейчас ходят все подростки 80 процентов ее гардероба составляют платье и практически все они пошиты на заказ смотря на современных подростков я ужасаюсь от того как они выглядят от того как наплевательские родители относятся к их внешнему виду шкафу лизы более 30 платьев включая ее любимую коллекцию вязаных платьев я даже сохранил несколько нарядов с детства прошлом году было больше на около 20 штук надали нуждающимся так как лиза людей возмущало много странных роликов как минимум сексистские высказывания про том что женщины должны носить только платье и о том что красота в его дочери превыше всего ну что это говорит об ограниченности я уже как бы молчу детство дано ребенку не для того чтобы веселиться и отдыхать для того чтобы учиться и развиваться как личность к сожалению 90 процентов родителей воспитывают детей по принципу отдыхай и наслаждайся детством работать будешь потом я же воспитываю свою принцессу по принципу учись сейчас развивайся сейчас трудись много и потом тебе не придется работать только каждодневный труд сейчас сделает ее успешной чтобы не пришлось потом до старости кричать свободная касса реальность такова что очень многих подростков в будущем ждет к сожалению именно такая судьба когда она вырастет то сама решит как ей жить и что делать а пока она еще маленькая моя задача как отца научить ее добиваться своих целей и быть успешной научить ее мыслить масштабно показать ей что мир огромен и что все только в ее руках и до самого совершеннолетия я буду ее учить этому своим 30 годам я добился всего чего хотел и теперь я пытаюсь научить этому свою принцессу свободная касса работать на таких работах как на кассе да не камильфо но принижать этих людей я бы не стал еще неизвестно что с ним случится как говорится повод задуматься чем занимается лиза после школы придя домой лиза сразу садится за уроки и после выполнения всех школьных предметов занимается иностранными языками два года назад на нагрузку к английскому я дал ей на выбор три языка японский китайский и испанский за выбрала японский каждому языку на посвящает полтора часа в день летнее время лиза профессионально занимается дайвингом и свои 12 лет у нее на счету уже 24 погружения и сертификат дайвера летом будет много видео на эту тему так как мысли залетим египет нырять на коралловом рифе и после выполнения всех домашних обязанностей обязательного чтения лиза как правило занимается реставрацией нашей интерьерной стены в гостиной и покрывает мандалу сусальным золотом мое твердое убеждение в том что у ребенка не может быть много времени когда он предоставлен сам себе каждая минута его жизни должна приносить ему пользу в самом конце дня мы включаем старый фильм с чарли чаплином так как лиза является его преданной фанаткой смотрим кино пьем горячий шоколад и вот уже конец дня меня удивляет что он несет такую дичь про то что у ребенка не должно быть своего собственного времени ребенок тогда будет отрываться как последняя торма после 20 как только уйдет из этого ужасного дома ужасов более того от автология здравствуйте но более того я могу сказать что у ребенка должно быть свое личное пространство и он может сидеть в соцсетях ковыряться в телефоне и периодически заниматься своими делами которые он хочет делать они которые отец его навязывает нужно конечно же отдавать куда-то ребенка что-то ему навязывать но не до такой марматичности никто не обратил внимание на одну простую вещь своих видео этот батько как говорится заявляет о том что его дочь владеет четырьмя языками российским каким-то испанским японским и еще там каким-то там китайским мандаринским не знаю учит английский пишет и целые эссе и сочинения чуть ли не каждый день на 4 страницы меня удивляет следующее обратите внимание на данном видео видно что у ребенка ужасный почерк то есть если ей как он заявляет что ей 12 лет она ходит 5 где-то в 6 класс почерк в принципе уже формируется ну достаточно сильно лично у меня я не знаю может быть не какая-то осталось в развитии конечно может быть знает напишите в комментариях если вы живете где-то около них но в таком возрасте мне кажется уже почерк явно сформированный и для ребенка эрудита тем он ее показывает в данном видео это очень сомнительно и я вам потом расскажу еще много очень интересных фактов по которым вы поймете что во-первых никакой она не эрудит во вторых никакие они не богатые мажоры в третьих вот это все что публикуется на этом видео вероятнее всего вброс ну что ж дорогие поговорим сейчас с вами о слухах вкратце об этой семье которые ходят на просторах интернета и перейдем уже к основному разоблачению многие люди подозревали этого мужика в том что он является потому что он по своему поведению со своим ребенком ведет себя так как будто бы он не с дочерью в как бы совместном симбиозе жизни а как будто бы он с женою многие люди предполагают что это взрослая девушка его пассия которая вместе с ним решила створить такой канал и делать такой контент якобы это отец и дочь такая дэдди геу которая типа с ним этот вот такие вот его все правила выполняет он такой заботливый отец далее также был еще один интересный факт который частично чуть не подтвердился но у меня есть опровержение этому факту я вам чуть позже покажу про то что данный мужчина на самом деле имея является трансгендером то есть это бывшая якобы баба которая каким-то спал способом через суррогатное материнство или по родила ее сделал трансгендерный переход то есть условно говоря сменила пол и теперь воспитывает ее 1 да то есть казалось бы в принципе возможно логично и даже есть вторичные половые признаки у данного человека которые могут на это указывать например некоторых видео прослеживается его низкий рост узкие плечи широкая жопа не постесняюсь выражения что говорит о том что у него фигура больше бабе как будто это баба которая в качалку ходила тут все все обрезала знаете и все но на самом деле нет это лишь был такой слух который не подтвердился при моем расследовании ну так что что же на самом деле окутывает данную семью и какая правда стоит за всем этим прилиза ным до улыбок до ушей каналом что это за люди почему на самом деле они публикуют данные видео и какие цели спойлер мать в этой семье есть а началось все со следующего вот пожалуйста у меня уже все законспектировано и сейчас я вам расскажу полностью всю биографию этих больных людей данный мужик на самом деле никакой не успешный бизнесмен а просто обычный парикмахер живущий за счет своей жены об этом поподробнее чуть позже его который всегда стрижет его зовут капитан хэр знающие этих людей относительно вживую и относительно близко люди рассказали что делается это все для картинки что часть получается как вам сказать часть их жизни до часть их жизни она действительно является правдой то есть наполовину наполовину отец действительно с башкой у не дружит но делается это все публикуется на youtube ради именно просмотров ради именно подписчиков сказали знающие люди то есть каждый вот этот шаг это все чисто ради пиара ради какого-то заработка все это делается для рекламы информация сто процентов проверенная потому что рассказали люди которые сказали что знают его знают ее работает он парикмахером в городе анапа сейчас я об этом обо всем расскажу чего все конкретно началось а началось все с того что в городе железногорске кажется красноярского края если нет то поправьте меня 2 декабря тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года родился он никита андреевич ющенко родился он в полной нищете в этом захолустье наш герой по окончанию своей там школы точно неизвестно но и не было найдено информация окончили он 9 и 11 классов но у него получилось получить парикмахерское образование буду таким казна из казна язычным вы поймете о чем я и он перебрался двухтысячного по 2010 где-то вот в период 10 лет данный мужчина скитался по ростовской области какое-то время он работал парикмахером какой-то ужасной забегаловки в батайске где на него после того как он осуществил разбойное нападение на человека завели уголовное дело далее значит человек перебирается в ростов-на-дону и устраивается там уже в некий салон красоты парикмахером проработав в ростове-на-дону и получив некий капитал перед своим уездом из ростова-на-дону никита андреевич ющенко он же он ли дед он ли папа знакомиться с куликовой еленой викторовной а 1980 года рождения славянкой то есть я к чему говорю это не их дочь ющенко в 2022 году или 21 когда была коронавирусная эпоха сдавал анализы на коронавирус у меня есть знакомые которые работают медицинских центрах и имеют доступ база базам данных и они слили мне информацию о том что в одной из вкладки с документами было почему-то указано по его пцр тесту по результатам что пол женский то есть никита андреевич ющенко пол женский возможно люди тоже нарыли эту инфу и подумали что он как бы сменил документы но он физически еще был сменил имя дано мужское но документы паспорт еще не были изменены на женское оказалось это просто ошибка получается вот информационного поля это просто ошибка базы данных но он не женщина нет собственно кстати из этого хочу вам сказать и родился слух о трансвестизме этого человека познакомившись с куликовой еленой они переезжают из из ростова на дону в город анапа краснодарского края информация сто процентов подтвержденные и там там они на свои оставшиеся сбережения что они скопили делают две вещи которые приводят вот дальнейшем событиям они купили дом в городе анапа в котором открыли салон красоты про этот салон красоты писали даже в краснодарских кубанских новостях концепция этого салона красоты было плати сколько хочешь такой тоже пиар ход я не знаю этот салон красоты просуществовал вроде бы недолго но в общем открыли они салон красоты в городе анапа в частном доме в частном секторе непонятно это было ли задекларировано в принципе ими как-то на законных основаниях потому что в фссб налоговой службе по базам данных но и были найдены немало долгов на 6 на 5 на 11 тысяч рублей на где-то даже было на 8 до то есть все это какие-то непонятные штрафы которые присуждали ющенки и куликовой кто такая елена куликова и что за салон был открыт елена куликова стала его женою взяла фамилию его вот этого нашего он ли дэда и стала еленой ющенко появилась такая семья ющенко кто вообще такая лиза дело было вот как откуда она появилась в семье и почему она такой национальности как мы видим елена куликова славянка или елена ющенко и он славянин девочка видно метис потому что по ее покрову кожи по цвету кожи видно что она не полностью африканской такой данной странальности будем толерантны как так получилось я вам расскажу но и было выяснено что где-то там на заре двухтысячных ее мать это елизавета нашей героини нашего видео а познакомилась с мужчиной из страны эфиопия с африканцем из эфиопии у них закрутился роман родилась девочка мать была скажем так легкого поведения и в принципе алкоголичкой воспитанием лизы было заниматься некому отец лизы был африканцем из эфиопии он выехал из россии когда девочки было лет два-три где-то мать не стала из-за своего образа жизни брать на себя ответственность воспитания ребенка она сдала лизу в приют и где она сейчас неизвестно никита ющенко и елена ющенко решают завести ребенка так как елена ющенко была не детородна назовем это так они решили взять ребенка из приюта в приюте городе анапа им попалась уже на тот момент лет и 5-летняя где-то лиза они взяли есть на тот момент они жили в анапе имели салон красоты вот этот концепция плати сколько хочешь тоже нас есть на всю эту документацию и уже тогда воспитывали лизу воспитание было вроде бы нормальным но случилась беда в их семье бизнес прогорел и салон красоты пришлось закрыть дома остался в их владении и вот у меня к сожалению на данный момент не удалось точно выяснить информацию продали ли они дом в анапе или же они его сдают либо же они в нем живут по фотографиям с google карт который мы сравнили с видом из окна лизы мы не смогли точно идентифицировать тот ли это дом в котором они живут но дом на этой улице выглядит практически похоже по планировке с тем домом где сейчас проживает ющенко only dead со своей лизой если вы знаете эту семью пишите все возможно мы снимем вторую часть про этого не побоюсь этого слова выродка которого необходимо остановить ибо то как он мучает свою дочь то как он пропагандирует свое недоразвитое воспитание этому беспределу положен должен быть конец она должна быть изъята из семьи либо же он должен быть помещен при на принудительное как говорится гордиться своей дочерью которая извините меня пишет как первоклассник при этом якобы знают у него 10 языков такая нагрузка ребенку очень опасно поэтому она и пишет так плохо потому что она не может понимаете она не может нормально сосредоточиться на одном деле у нее не выправлена до идеала скажем тогда галочки одна какая-то структура жизненно важен же важная да какая-то вот образовательная так ее уже другой пичку там 10 языков едут поэтому лично мое мнение что воспитание абсолютно это подлежит полной критике и его нужно остановить потому что отец опасен его нужно изолировать ребенка нужно в приют взять откуда она и была взята возможно ходят слухи по анапе кстати как говорится рассказывают старожилы что это было все взято ради того чтобы получать пособие так как лиза не является дочерью по записанным документам взяв опекунство над ней ющенки мало того что свою непонятную призму воспитания на нее накладывают так еще и это воспитание вредит ее свободе потому что если она сейчас свободы недополучают такие дети обычно потом когда рваются до свободы в таких извините меня могут мутировать личности что все вот эти вот их будут плюсики на такие минусы списаны которые просто на лоб не натянуть условно говоря она дорвавшись до свободы будет просто получать от жизни все что хотела раньше и может попасть в беду но тут я заговорился извините поэтому вернемся к дальше к хронологии событий что же происходило далее а происходило далее следующее ющенко и его уже из него испеченная жена забирают лизу из приюта теряют свой бизнес и живут в частном доме в частном секторе в городе анапа с лизой им а в частности ющенко никите приходит очень интересная новая бизнес идея распиариться на ютубе и получать монетизацию с помощью своей дочери приемной опекунских денег видимо было мало дочь ребенка который по сути оказался страшной ситуации решили просто монетизировать вот представляете какое-то кощунство и этот бандит решил завести youtube канал и кто канал в медиа сфере и собственно смонетизировать свою дочь выкладывая данные видеоролики о том как он якобы ее воспитывать и такая же прекрасная у них семья спросите вы на что же они в принципе живут и якобы позволяют себе такую лакшери жизни на самом деле оказалось что за место старого салона помимо вот монетизирование дочери и опеки они получают еще и какие-то поблажки от бизнеса родителей елены куликовой то бишь жены никиты ющенко жена и он ли деда по сути как бы мать лизы приемная мать лизы а получается собрать семью мать назовем вещи своими именами слухи кстати тоже есть такие о том что мужик живет на деньги жены по сути так и есть живет семья лизы на это может крохи от бизнеса на опекунские дети деньги занять за лизу и на получается деньги родителей мамы лизы поэтому люди не верьте этой семье не подписывайтесь на их канал ним донать и этим садомитом что делаете вы спонсируете как сказать такой буллинг и семейный абьюз на ребенке колотят контент на ребенке колотят деньги услышав сегодняшнюю всю информацию вы должны сделать правильные выводы отписаться от этого канала распространить наши наш репортаж наше расследование наше видео хочу сказать спасибо всем кто досмотрел это видео до конца огромное спасибо еще больше я хочу сказать если вы подписались на канал поставили лайк за наши труды а также хочу сказать спасибо если вы все-таки обратите внимание на данную семью сможете выяснить откуда они точно где они находятся и запрос сделать это инстанцию по поводу данного ребенка бы его изъяли из семьи и или хотя бы как-то обратили внимание на эту семью хочу сказать всем большое спасибо неравнодушным людям которые возможно после просмотра этого видео все-таки займутся никитой андреевичем ющенко который превратил жизнь 12-летнего ребенка в ад и домашнюю тиранию и насилия постарайтесь обратить внимание на их семью и возможно донести хотя бы до классных руководителей до педагогов в школе информацию хотелось бы чтобы справедливость восторжествовала в нашем мире и данный получил по заслугам спасибо что оставались с нами подписывайтесь на канал ставьте лайки и обязательно смотрите все наши ролики на нашем канале а особенно мою программу и передачу и разбор большое спасибо всем кто напишет комментарии и распространить это видео ведь вместе мы сможем продвинуть наш канал к свету а такие каналы как этот который мы разбирали сегодня мы сможем вогнать всему и убрать с медиапространство чтобы никакие люди на этот трэш не смотрели конечно же ждите новых выпусков я разбора это был второй выпуск и следующих выпусках я постараюсь окутать наш канал еще большим флюором мистики разоблачение расследований и скандалов оставайтесь со мной и с нами спасибо до свидания